доброе утро страна и другие страны включали по такому виду по нашим улочкам в общем да приехала на работу вы знаете вот что что она работа нет точно не охота но ничего здесь скоро праздники новый год буквально через неделю две недели 25 у нас рождество потом новый год в общем столько делу надо дом украсить мучки нужно в свой знать всего неделя вы выбиты как говорится по-другому прожита и уже как-то надо все по-другому начинать так что я хотела сказать еще в общем еду я не накрашена на улице я выспалась нормально отдохнула ух ты ни хрена себе король терпая маму ведь он сам боится иди сюда вот вместо терпая ему бы погавкать а сам боится в общем нужно ну не стала вся опухшая ну как обычно но ничего все сойдет кушек вообще вот потом котята тут были маленькие 3 котеночка но вот одного на тем рассказывала задавили жалко у нас 15 градусов но смотрите на будет двадцать прям тепло на улице хорошо после того что после недели в россии мне прям жарко представлять наверное клиенточки мои пишут в общем мысль у меня все в разноброс сейчас соберусь в кучу и будем продолжать наши обычные влоги а пока работа сейчас будем с вами его разбирать нет но не сейчас конечно попозже я съездила заехала в меркадону зачем совсем другой натюрморт а это мой обед я купила себе тручу это рачи речная форель мне муж сказал а ты не помнишь что я сегодня дома не буду есть его не фига не помню его ну тогда я поехала за рыбой вот с овощами сейчас себе сделаю ну тут на два дня потому что руча большая форель вот и буду кушать вот и лечиться блин потому что прям вот тут вот вот тут теперь все у меня все уже прошло везде теперь сюда перед перебазировалась очень трындец какой-то ну ладно не будем унывать будем кушать вкусную еду я рыбу обожала поэтому с овощами я прилегла и опять поспала представляете вот и сейчас буду будем с вами разбирать чемодан естественно его разобрала там что нужно холодильнике спрятала холодильник но сейчас я все обратно собрала и буду разбирать его вместе с вами вот начнем с того холодильника да скажем так я купила себе вот такую рыбу горбуша соленая ну кто давно меня смотрит наверное знает что я очень 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 сильно люблю рыбу вот и я не стала брать съемку потому что у нас ее можно здесь самим замороза за за делать забацать и взяла вот такую горбушу здесь 800 грамм кстати прос видел чарли я была полностью уверена вчера что я снимаю снимал один на телефон на видимо когда я давала мужу телефон чтобы он нас снял он что-то нажал и и в общем не снялось так было видно в общем чарли визжал от радости на всю на весь аэропорт все говорят на нас смотрели да 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 ну буквально вот так буквально вот так все это происходило только еще были визги и вопли да и вопли и вопли счастье ну ты сам задел ногти отрастил длинны и задеваешь так что вот не снялось но я была полностью уверена что снилось а когда начала монтировать увидел что нифига ничего не снялось в общем такая горбуша я сейчас порционно порежу и заморожу в холодильнике буду доставать порциями вот что у нас тут еще ну естественно я набрала себе семечек от мартина я взяла вот такие солью и обычные и правда одну пачку смешанные ну вот взяла попробовать но их много там 7 штук что ли можем взяла вот такую кепку он они мечтал кожаная вот не знаю он не любитель кепок поэтому такую кепку мы взяла кожаную и вот такую не кожаную это шерсть вот так что будет модничать невестка мне подарила вот такую сорочку я она такая классная к телу очень приятная и в общем я была рада и ай это на лето мне вот такая красота красиво красиво так что буду летом модная ходить это модель упакован в такой классной коробке будет лежать ждать лето боже что у меня на голове ужас ну ладно также семья брата мне подарила вот такую томатную пасту в виде грибов шутка это две банки грибы грибов не знаю я забыла что это за грибы но я люблю селедку и грибы и вот они мне дали грибы у нас тоже есть грибы но они знаете они как бы как это сказать то без маринада то есть в воде и соли я такие не люблю но но иногда покупаю может быть так видны и будет много-много конфет почему в разных пакетах потому что цена разная поэтому по их потом объединю в принципе не очень немного и и разделю это на подарок семье мужа там детям все дела такой шарф мне невестка подарила он говорит я его не ношу я говорю давай 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 ну это опять семечки мармелад это капли в нос зачем-то мармелада тоже много я тоже люблю мармелад вообще все люблю сладкое у нас он есть но он какой-то слишком жесткий что ли вот такой крем про этот крем я вам расскажу а в отдельном видео мне нужно видео мне нужно изучить из но мне сказали для чего он как он действует но нужно самой в интернете полазить и изучить в общем должен быть очень хороший крем для лица в общем ждите видео расскажу вот такие обычные пакеты представляете привезла я не могу у себя найти обычный пакетом вот поэтому мы ходили по магазину я взяла опять семечки мирами стен горло там полоскать еще все дела это мне сестра шоколадки дала черный шоколад бабаевский чтобы попа росла у меня подруга цитрамон заказывала 3 пачки ей купила и мед мед прислала сестра и тетя из уварова это вот гречишный мед вот смотрите какой вот этот он пожиже такой прямо жидкий а этот прям комковой комковой такой вот это отдала леску прям можно его резать мы вот так и порезали в общем мед домашний такой вкусный классный сейчас я наверно чай попью и еще я привезла три банки икры две банки в подарок и сестрам и одно себе а вот ну как без икры приехать правильно никак и все весь чемодан полный а чё-то разбирали забрала быстро ничего там такого и нету представляете не знаю а весна вот там представляете 20 килограмм было но там еще святая вода была там иконку взяла вот такие вещи так что вот так вот такие вот у меня подарки с россии скажем так привезла и не подарки чай уже заварился зеленый буду чай пить я забыла вам показать еще мне подарили конскую колбасу я никогда ее не пробовала вот пишите в комментариях ели конскую колбасу или нет вот мне прислал ее тетя говорят вкусная но я не представляю как я ее буду есть я представлю вернее что что это не конь нужно даже не буду говорить что она что я на конь что ты не закрываешь вот но говорят вкусная очень и не из дешевых это домашняя колбаса какая-то там конечно выглядит он даже видите еда конская тут попалась я ее разрежу потому что она большая палка такая она не твердая сильно как сыр копченый наверное разрежу на три части и естественно заморожен сейчас кстати мы с вами это сделано еще я хочу мясо от дубасить на завтра и сделать в духовке картошку на чем знаете я у сестры улюда который к нам приезжает летом видела аэрогриль вот и мне так понравилось они там готовили крылышки картошки и короче я влезла в интернет поискать что это за аэрогриль такой у нас вот называется орно галогену что-то такое галогеновая духовка в общем скажем так вот и подумываю купить они кстати недорогие есть медиамаркет что-то около 40 евро и я наверное на новый год себе сделаю потому что вообще шикарно и быстро и без жира представляете что очень важно для меня да ну для всех наверное будем резать с вами колбаску и посмотрим что это я не буду резать вот так потому что все равно я ее буду хранить поэтому пахнет очень даже вкусно пишите в комментариях пробовали вы колбаску такую пахнет обалденно кстати на завтрак можно сделать то я кстати сегодня не пошла я записалась на спорт все дела все как надо но пять часов я не очень себя почувствовала вообще знаете какое-то состояние нестояние вроде бы грудь уже прошла и все но все равно какую-то не знаю мне девочки на дни сегодня начались поэтому как бы может быть все но ко всему в общем до такого меня был насыщенный отдых что мне нужно отдыхать и сегодня мне было очень много народа те кто приходит постоянно в субботу они пришли сегодня и я поработала так говорится на славу так что вот такие дела а и про спортзал записалась на спортзал потом такая время 5 даже сейчас ли не пошла гулять вы могли бы заметить и чувствую что у меня нет сил идти никуда и я в общем отменила свои занятия надо сначала прийти в себя а потом уже заниматься как вы считаете чё бы я там прыгала без сил и и как-то так а эту заморожу две мы сейчас буду дубасить замариную его там чесночком посыплю все дела сухим и и будет мне завтра вкусно дала мужу попробовать конскую колбасу ему очень понравилось но что это конь я не сказала это будет наш с вами секрет зачем секреты разговор так вон не стала есть сто процентов сказал вкусно очень вкусно а я попробую завтра я пойду сейчас в душ смывать русский дух я вчера в душ не сходила вообще вчера я еще вчера жила я не помню вчерашний день как-то все так прошло быстро что я даже не поняла в общем пойду в душ смывать русский дух а еще у меня знаете там майка лежит такая в которой я дома ходила я напаял пахнет моей племянницей я так по ней скучаю вообще я бы ее сейчас такого не съела бы ням 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 и нюхаю майку прям так пахнет ею да грустно ну ладно это жизнь она там жива здорово и счастлива своими мамой и папой вот мясо сейчас замариную и в душ кажется все я сходила русский дух смыла и сейчас пойдем смотреть большой брат уже заканчивается я пересмотрела сегодня выпуск который пропустила поэтому все схвачено за все заплачено и сейчас пойду отправляться отдыхать загрузить вам видосик вчера представляете я его смонтировала все там она обрабатывалась и уснула ушла полежать и уснула и сегодня с утра с твердой думаю утром доделаюсь с твердой уверенностью додуму даже забыла что он у меня не доделано просто мне все таким автоматом происходит что я сегодня только на работе доперла что думаю видео я же не заправила не загрузила представляете и то ли домой пришла быстро бегом-бегом что вот так вот так что сейчас нужно его смонтировать и заделать в общем все как все как обычно ходим свой ритм на дочеку пошлить вот буду с вами прощаться до завтра завтра вам есть идеи хороших видосиков так что не забывайте подписаться вот оставить ваши комментарии спасибо всем за комментарии за пожелания вообще огромное спасибо все читаю на все стараюсь отвечать и пальчики вверх всего вам самого лучшего всем пока пока на завтра